Так, Сергей, на молитву давай. Постригли тебя, все. Ну молиться надо, остановите ее. Христос воскресе из мертвых, Смерть ее смерть поправ, И сущим в ограбежьем его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смерть ее смерть поправ, И сущим в ограбежьем его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смерть ее смерть поправ, И сущим в ограбежьем его даровал. Господи, молим Тебя именем Иисуса Христа Сына Твоего Единородного Благослови наши занятия Не допусти нам уклонения ни вправо, ни влево От истинного понимания смысла Дай нам все услышанное со вниманием принять Дай силы исполнить, растворивши это верою Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Мне нужен кто-то, чтобы забрал Считай Время того идет За книгу Одну брала? Да 340, 360 60 360 10 рублей сейчас дам Послание к евреям 7 глава 9 стих И, так сказать, сам левий, принимающий десятины В лице Авраама Дал десятину Толкование Чтобы священники закона не могли сказать Какое имеет отношение к нам, если Авраам дал десятину Говорит, что Через посредство Авраама и левий, разначальник нашего священства 360 360 Понимающий десятину Дал десятину Таким образом, разве Мелхиседек не выше и левия, когда очевидно, что от него получил десятину через посредство Авраама Выражением Так сказать Или означает Вкратце сказать Или вместо Так скажу Так как казалось Слишком смелым сказать, что левий, еще не родившись Дал десятины Мелхиседеку То он смягчил это Высказывание, употребив оборот речи Так сказать Примечание редактора Вопросы То есть здесь идет убеждение евреев А первосвященство Да, вопрос Ну вот он уже Однажды десятину дал, да? Один раз отнял имущество и отдал Мы должны каждый раз, каждый месяц давать десятину священнику Почему-то не один раз дать Ну все Или он каждый месяц ходил к этому Мелхиседеку Каждый раз десятину давал ему Или он сам за ним приходил, присылал кого-то Это получается с добычей А мы каждый месяц добычу получаем Пенсию, например, за оплату А он один раз на войну сходил Там и победил Привез вот это все От добычи Ну разве это не добыча То, что он выращивает скотину Это не добыча считается Ну вот это же первый раз случилось Первая десятина была, так ведь, да? Нет Это было первая десятина Когда Бог разделил землю обетованную между коленами израилевскими Он уже разделил на одиннадцать колен А двенадцатое колено поставил только при храме служить Поэтому священник должен только при храме служить И больше ничем не заниматься А остальные люди должны десятину ему нести Так заповедь была Божья Я считаю, что и должно сохраняться и по наши дни К чему клонишь Ты не хочешь десятину отдавать? Ну, не приходится, конечно Ну, блин, не... То есть, ты не доброохотно отдаешь Да не, просто тогда однажды заплатил Теперь просто... Потом не сильные просто Потом он не... Потом он не... Потом не слышал об этом Нет Исаака, нет Иакова Потом как Абрама никто не платил Да? У нас были люди, которые ушли из-за этого Не хотели платить Не могли Вот следующий кандидат Уже полурастет А это благословение Это просто люди не знают, что это благословение Божье Когда ты приносишь десятину Можно? Да У меня вот такое было Я же с ребенком сижу, я не работаю Вот мне... Я уже не помню То ли мама мне дала Вот эти две тысячи, я помню Или тысячу, или две Ну я не помню Ну 200 рублей я, значит, священнику отношу Хотя вот мне и денег-то нет И жалко мне Я отнесла Тут же подходит брат Сергей Вот буквально Сколько-то там минут прошло Говорит, так у меня сердце расположилось Так охота две тысячи мне дает Ты к Богу шаг делаешь Он тебе два шага навстречу сразу Потому что это благодать Господь говорит, испытайте меня Да Заплатите десятину Не открою ли я ворота в небо для вас Не изолью ли на вас благодать И у меня таких случаев в жизни было Вот Прус-прус денег Прус-прус денег Чудо на чуде просто Потому что мы это замечаем Иди сюда, я тебя дождался Давайте Ну Чтоб цифру только бежали Цифра Цифра Что-то пауза такая Что-то, казацька Цифра 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 Вон один раз, да? А почему один раз? Ну, мелкий сиденье. Ну, написано так. Вспоминайте жену Лотова, Христос говорит. Так она один раз обернулась, а мы на дню сто один раз. Почему? Это пример дан. Адам один раз прерстился. И теперь уже 75008 лет, и все время поминается, поминается. Бог показал пример. Это везде так. Один раз умер. А почему один раз? Павел говорит, один раз во искупление. А мы-то сколько раз грешим-то? А искупление один раз. Потому что один раз умер. И везде говорится, когда об этом. А один раз Авраам приносил жертву, например, поставили, повторяется, больше нет. Интересно, а как? Да еще каждый день, что ли, башни падают, говорит. Господь, вы вспоминаете, башня селандская там упала какая-то, задавила вас на начаток. А почему один раз? Останки на башне тоже упадут один раз. Но это уже пример за ней. Начаток там. Все. Поняла? Да. Это начало было положено. А теперь вы сами смотрите. А он что взял из того, что победу одержал? И мы должны все это для себя иметь. Быть щедрыми для Бога, потому что, когда вспомнив все о себе, доста раскрыть нельзя. На кто я такой? На какая десятина? У меня ничего вообще нету. Нету ничего. Ни органа внутреннего, ни глаз. Все Божье. Начинать торговаться. И как это выглядит перед Богом. Все. Поехали. Ну, если бы он второй раз победу одержал, неужели бы он Бога не благодарил бы? Второй бы раз бы дал. И третий бы раз бы победу одержал. То тут один раз и каждый месяц. Не охота каждый месяц раз бы дать. Один раз только. Один раз Еву сорвал. Все навсегда. И все вспоминает. Вот у нас написано, что. И так каждый любит. Это не муж создан для жены, но жена для мужа. Ну и что? Ну все, замри. Чего ты горды бащишься? Вот и все. Один раз это. И на это идет ссылка все время. А события-то. И один раз Христос умер, показано. Один раз во искупление всех грехов. Меня интересует вопрос о десятине. Вот десятина это очень сильная встреча. Кто мы такие? Вот я не знаю, Бог за меня или не за меня. Но однажды Бог говорит, испытайте меня. Вот он нас испытывает. Давид говорит, испытай меня, выйду, щискак золото. Ну и Иов об этом говорит. А здесь Бог говорит, меня испытайте. Ну я не знаю, я делаю правильно вроде бы. И не ладится у меня что-то. А тут делал, тут беда, тут проткнуло машину. А тут арестовали. А ты так не рассуждай. Господь говорит, ты хочешь быть благословенным. Ты хочешь, чтобы вот небо, все богатство посыпалось на тебя. Плати десятину. Не открою ли окна небесные на тебя. И приходится говорить с людьми, которые на земле здесь. Почему? Жадность, корыстолюбие. Вот был такой Краснов Левитин, через дефис пишется. Шесть срока подсидел. Шесть! Это вообще. Даже вообразить нельзя сколько он. И он писал. Всюду и везде. Болезнь какая. Это взятки, коррупция, трусы, чтобы не поймали. И корысть побольше. И трижды больна моя церковь этим. Трижды. И показывает почему везде. А вот добровольное пожертвование. А сейчас идет такая серия. Там бывший монах этот. Михаил. Баранов. Да. И он как раз ходит. Расцерковление называется. И там продавщицу одну. Взяли так. В плен словами. И теперь вот столько. Я хотел бы икону вот эту взять. Сколько? Добровольное пожертвование. Там три тысячи. Ну какие же добровольные, когда ты на меня берешь. Я хочу, чтобы мне подарили. Я не могу. Они на улице священнику сказали. Вот мы икону взяли, заплатили. А священник тогда сколько заплатили? 108 рублей. Он давай им отсчитал и пошел. Дал. Ну они тогда пошли. Это испытание делается. Нигде Бог не требует испытания. Вот давай ты на морозе быть. 20 градусов мороза, чтобы ты дома спал, как Василий Николаевич и Липанов. Не в этом испытывается. Десятина. Так это в Ветхом Завете. Ну правильно, в Ветхом Завете. А Ветхий Завет что? Куда мимо ушел? Ветхий Завет как раз положил основание тому. Ну а почему делиться с Богом? Это моя десятина Бога. Человек не как моя. Я работал. Я дорогу там асфальт укладывал. Господь говорит, я участник в этом. Вы меня обкрадываете. Да вообще ничего не понимают. Господь не сказал, что вы жадные, не хотите заплатить на содержание священства. Об этом речи нету. Меня обкрадывайте. Вы бессовестные. Ты заработал девяностое. Господь проложил десятину, чтобы приучить отдавать. Мы мимо церкви идем, со мной племянник. Мы обязательно ему даем и говорим, он там помоги ей. Пошел, отдал. У нас мама приучила. Пироги печет, а там бабушки беспризорные к ним. Отец пасет, если благополучно отпасовещек, пол барана отрублю этим бабушкам. Это мы все запомнили. Это не наше. Ничего не могу доказать. Но почему одна не берешь. Авито 1 глава 6-8 стих. Он три десяти наплатил. Все отступили к колено нефалимого. Все. А я, говорит, один на место израиль ходил и делал как положено. А еще сделаю, никто не платит. Тебе зачем надо смотреть, тем выше твой подвиг. И он говорит, все отступили. Я один ходил в Иерусалим. Я издерживал куда надо. Другой отдавал священству, третью там на храм. Милостыню кому подать. Я один. Почему? Мне бабка наказала это. И я делал, как она сказала. А что? А от бабки может передаваться вера будет? Я не знаю, как это. Но написано, вера, которую подавшим бабки Лаиде. Апостол пишет. В Тимофею. Евгеньки там вот отпоминают двоих Лаиды. Кто кому родня. Ну, один раз услышал и восстань на это. Проверь Бога и каждому говори. Почему? Бог участник. Вот мы сейчас подрядили с тобой вместе где-то участок, хватай улицы, деревья спилить. Это бывает, нанимает государство. Ну, и делим пополам, кто сколько сделал. Ну, мы начинаем работать. Человека берем. Я родился, от меня это зависело? Нет. А как? Я и не знал, что я буду. И теперь вспомни, как ты жил. Вот съел сейчас. Я думаю о пище. Нет. Вот пляник такой, сметана. Но как только ты разжевал, еще не проглотил. Вывали и уже есть не будешь со своей ладонью. Так? А если оно отработанное, самое вонющее. Хуже, чем у коров. Ну, конский там навоз. Им штукатурят стены и прочее. Собачье плохо. А человеческое, это... И вот когда бывает лошадь пахнет. Или вот едут когда в автобус. Это как будто где-то выбросили давно веники из бани. Люди потные. В автобус едут. Мы никто. Не то, что там ни одной молекулы нашей нет. И он так сочленил все в теле. Все работает, перерабатывает. Сейчас я сразу скажу. Да, так. Солнце кто дал? Кто земле дал этот оборот? Кто ее создал? Воду кто дал, что она нужна нам для мытья и для питания? Мы же на 80% составили. 78% сырости у нас только. Воды. Бог. И память дал. На днях какой-то разговор у нас зашел. Ну, я так посмотрел. У меня почти 60 лет назад. Я прочитал в газете «Комсомольская правда». А говорят, человеческий организм на молекулы весь обновляется через 7 лет. Полностью все. Отпадают, вот чешуйки там все это. Здесь я 60 лет. Это сколько? Восемь. Восемь раз в мой организм. Но если это все в мозгах, а мозги тоже обновились. И вдруг заговорили. Я сразу остановился. Я говорю, постой-ка. Да. Я помню, мы в Казарме были. Там дежурный принес газету. Я прочитал, а стихотворение запомнил. 60 лет не вспоминал, сразу вспомнил. 60 лет назад. Как это может быть? А не знаю. Бог знает. И поэтому должен не отделиться с тем, кто это дал. Дал желание трудиться. Пальцы. Не копыта. Копытом не напечатаешь. И держать бы ты не смог. Ты думал, что такие дети у тебя будут? И как Бог чудно делает. Муж такой, а она такая. Разная бывает национальность. Ну, видно, что он другой национальности. Это ладно, свои. И теперь, мало того, растет ребенок. На бабку похожий-то. Ой, бабка, я не могу. Он, такая, дочка идет, та же. Вот зад открикла, щелкать я. Я говорю, ты че, так тебе дорого? Так никого больше не было. Одна я такая веслозадая была. Я говорю, вот баба она. Ты нашла себе. Людочка в тебя. Да. А отец говорит, а у нее математические данные. Ты знаешь, какие от меня? Мать говорит, да твоя математика никому не нужна. Она на скрипке играет. Это мое в ней. То есть она в себя болтала все, чтобы все любили свое. Ты об этом подумай. Сколько у тебя должно быть девочек? Ты знала? Могло быть не одной. Вот я про него читал. Мужик, он идет из роддома и несет ребенка. Одиннадцатая девочка, ни одного мальчика. Так люди из-за шторки смотрели, жалея его, чтобы на глаза не попасться. Так его жалко было. А он спокойно шел и не узнал. Одиннадцатый и зять появился. Понимаешь, как? Ты вот во все это в них, и какая десятина, когда с Богом-то не делись, а все его. Это он мне дает девять. Ты каждый раз, когда даешь десятину, благодарю Господи. Да мне даже одной десятины нельзя, моего ничего тут нету. А ты мне даешь девять десятых. Ни Бога не проставляет. А вы, хватайте деньги. Я ни разу десятины не пользовался. Ни разу. Как я могу пользоваться, когда я обрек себя на другое? Батюшка, вот, ясно дело, богаче меня живет. У нее олечка. У меня ничего нету. Ничего, не считая голубей, которых я кошком скорблю. И он как приезжает в январе, я сразу отсчитываю за год вперед все время. За год. Десятину отдай. И почему она сейчас со мной будет? О чем ты споришь-то? Ну так маленько, научись рассуждать-то. Ну нельзя же так, верующий, все как-то по собоку идет. И везде, с чего бы ты ни был, должна проявиться любовь твоя к Богу. Я благодарю Бога, Господи, как хорошо, что я десятина. Хоть чем-то тебе угодить. Вот это дерево познания добра и зла. Оно для того, чтобы показать верность Богу. Если бы ее не было, Адаму подошел, Господи, как-то испытай меня, сделай так, чтобы видно было, что я тебе верно никуда не отступлю. Вот что главное надо в этом-то видеть, а не то, что мои деньги. Твоего ничего нету, и кармана нет, и кошелек, все не твое. Все, поехали. Что, Никита, ты хотел? А, ну вот, допустим, жена разводится с мужем. Забирай детей, и, короче, ему алименты прислуживают, выплачивать 18, скажем, лет. Вот эти выплаты денег, они там куда-то засчитываются, в десятину, может быть, или это он как бы так отдает, просто на шару. В десятина это одна. Ты своей рукой должен принести священнику отдать. Твои дети там, стройка твоя, кредиты, которые брал, это никакого отношения не имеет. С того, что тебе положено, допустим, ты каждый месяц зарабатываешь 100 тысяч, десять тысяч отдай. То есть алименты это практически незаконно, я сказать, такая вещь такая. Она тоже разбирается, пускай. Незаконно. Почему ты жил, да? А если бы ты жил с детьми вместе, ты бы сказал, я алименты им плачу. Ты же кормишь. А как детей забрали, детей нету, получается. Ну, так корми, ты же, если вместе жили, отдельно. А сильно забрало государство детей просто, и что делать? Мы договорились оплатить, и он платит. Ну, и вам последний раз, парни-то 16 или 18, до скольки платят-то? До 18. До 18 пока? Ну, и он когда отдал ему, говорит, ты, Олег, теперь приди, матери скажи, последний раз, все, у тебя день рождения, и больше она не получит. Ты посмотри на ее глаза. Он пришел, мам, а папка сказал вот так, ты вернись назад и скажи, ты 18 лет платил чужому ребенку, и посмотри на его глаза. Вот, я о чем и говорю. Ты никогда бабу не объедешь. Так, замолкни. Вопрос-то в чем? То есть, ты, допустим, заработал 10 тысяч, да? 3 тысячи отдал элементы, 30 процентов, да? 3 тысячи отдал. У тебя 7 тысяч остается. Ты вопрос спрашиваешь, надо с 7 тысяч платить, или с 10 заработал? Ну, это глубоко не думал. Я вообще спрашивал, а элементы, это вообще легальная вещь какая-то? Легальная. Легальная, государственная, с законом Российской Федерации приняты. Нет, легальная. Пока никуда не ушло от заработанного 10. Ты помолчил, Никита. 3 тысячи 330 рублей отдал, а с этого, с заработка, теперь тебя еще высчитают туда, за удовольствие. Ну, вот теперь посмотри на его глаза. Говорили, не женись, сиди дома одели. Как ты считаешь, что нелегально? По закону, закон, это легальный закон, а элементы, должен кормить своих детей, это закон. Поехали. А тот, кто не платит, то тот нелегал. Тюрьму того. Бывает такое, что жена не подает на алимент, а он все равно помогает. Почему ты считаешь незаконным? У меня вопрос к Никите. Церкви нельзя уничтожить, ни продажи, ни пожертвования, пока нет десятины. Десятина устраняет шум всякий. Десятина – это порядок, это установление Божье. А это в Ветхом Завете. Ну, в Новом Завете у нас дрюли, глаза, все то же самое осталось. Плоти, Господь не сказал, вот тут, Новый Завет не обрезание только по-другому. Она по природе также рождается, такой же. Все то же самое. И вот в стране сколько? У одних одни сыновья рождаются, у других дочери. Рождаются по всей стране примерно одинаково. Мальчиков рождается чуть больше, но к десяти годам подравнивается. Они везде лезут, там, голову-то оторвут ему. Все. Кто это регулирует? Господь. Ну, вспомнишь, как Малан-то беседовал с этим, говорит. Мало, что человек сам с собой распоряжается. Ну, хоть на малый срок надо вперед смотреть. Ну, хотя бы лет на тысячу. Ха-ха, тысячу. Ну, значит, не сам по себе. Все в Божьих руках. Сережа. Пошел, не жди. Господь сказал же, пришел не нарушить, а исполнить, Он сказал. Значит, ветхий завет тоже распространяется на Новый. Потому что Он не нарушить пришел, а исполнить. Он только добавил. Он устрожил наоборот заповеди. Он говорит, врагу указал, указал, указал. Он говорит, я говорю, любите врагов ваших. Значит, и десятину тоже. Там одна была, здесь уже три идут. По любви. Евреям 7, 10. Ибо Он был еще в чреслах Отца, когда Мелхиседек встретил Его. Толкованин показывает, каким образом Левий дал десятины. Говоря, что так, как отец дал десятины, то и Он дал в силу того, что, будучи уже в чреслах Авраама, имел родиться от семени Его, хотя еще и не родился. Не сказал Левиты, но Левий, чтобы показать превосходство. Вот какая смелость. Он совершенно опроверг все иудейское. Потому Он и сказал прежде, сделались неспособны слушать Евреям 5, 11, что намеревался предложить эти истины, и чтобы они не отвратили слуха. Итак, напротив, и приготовив их заранее, Он хотел, как хотел, Он говорит уже то, что Ему угодно. Ибо душа и содержит и возвещает слово не так, как земля, воспринявшая семя, будет возвращать его. Там природа, которая отличается постоянством. Здесь свободное произволение. То, что легко изменяется и в высшей степени разнообразно. Поэтому учителю необходимо многое приготовить заранее. То есть, он заранее до этого говорит. Так, вот я вам позже что-то буду говорить, но вы не способны слушать. Но я все равно скажу. А вот смотрите, Авраам посылает Ели Азара невесту найти. И говорит, положи руку подстегной и поклинись мне. Помните? Куда он положил? А он подстегну на фуфайку. Зачем она фуфайку-то ему там? Подстегнул руку, положи и поклинись. Куда он положил руку? По-украински стегно, по-украински. Это вроде как бедро. По-украински. Ну еще, а что это означает? Что? Под бедро положи мне руку. Под бедро. А здесь говорит чресло. О чем речь-то идет? Мы знаем, что мы где-то идем. Про детородный орган. Да. В буквальном переводе означает, положи руку под мошонку. Будущим потомством. Это все означало. Даже уже расстаются перед битвой. Да, и передо раньше было. И Анафан с Давидом заключают дружбу навеки. И говорят. Ты только потом самое сохрани. Как они заботились. А сегодня это никак не ставят. И нигде в клятву это не входит. Какие слова? Как заботились люди? Они понимали, возврата нет. Если я поклялся, я нарушаю. Его потомки меня найдут и зарежут. Это как сейчас. А как в первой литургии была? Квастной хлеб Христос взял или опресники? Ну я объясняю. Католиков пресный. У православных квастной. Но Писание говорит. В Ветхом Завете еще. И наступали дни опресников. Пасха. Еще непонятно. Семь дней пасхальные. И семь дней только пресный хлеб. За этим стояло очень дорогое упущение. Если ты случайно даже где-то проглотил крошку квасного, ты должен умереть. И поэтому они выискивали везде. Ребятишек вот их и Тарасиков посылали в погреб. Даже в норки заглядывали. Нет нигде. И все запечатывали. Вспомни искупление. Это в ритуал вошло. Они квасной хлеб там положили, крошки там. А дед ходит ищет. А можно я ему подскажу? В шкафу лежит. Можно. Мужчина не догадывает. Деда. Там в шкафу лежит. Он подошел, оттуда кисточкой смахнул и в огонь бросил. Это ритуал. Слово ритуал. Недавно меня тоже спрашивают. А как это понимать? Я говорю, оно сохранилось только при похоронах. Ритуальные услуги. Ритуалов много. Но веса завершающая здесь. Конец всего. И все. Сразу закончилось. Споров не может быть там, где Господь. С ним могут спорить. Приходили. Но чтобы в присутствии Христа спорить, а о чем? О чем? Ну, можно, как это, кость бросить. Апостол Павел узнал, что здесь фарисея из Тудыкея. И вот тогда завершил то, что ангелы есть, меня судят. Хотя они между собой схватились, а про него и забыли. Это настоящий миссионер был. Поехали. Евреям 7, 11. Итак, если бы совершенство достиглось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику, по чинам. Мелхаседека, а не по чину Аарона именоваться. Вопрос. Толкование. Показал, что Мелхаседек в священническом чине был гораздо выше Авраама и Левия. Теперь снова приводит другое доказательство, показывая, что священство во Христе гораздо превосходнее левицкого священства. И что священство Христа совершенное священство, а то несовершенное. Несовершенное. Совершенное. Совершенное, да. Совершенное. Совершенство Христа совершенное священство, а то иудейское несовершенное. Ибо если бы священство по закону было совершенно, то надлежало бы священнику восстать по чину Ааронову, ибо Аарон был из колена Левина. Но говорится, что восстает священник не по чину Ааронову, а по чину Мелхиседекову. Потом, так как то священство было несовершенно, то вместо него вводится другое. И выражение еще имеет великое значение. Оно как бы говорит, что если бы Христос по чину Мелхиседекову был прежде, а потом был дан закон, то со своей справедливостью можно было бы сказать, что священство по закону, то есть священство Ааронова, дано было в силу того, что священство Мелхиседекова было как бы несовершенным. А на самом деле Христос после и получил иной образ священства. Отсюда очевидно, что так как священство Ааронова было несовершенно, то вместо него вводится иное. Что же означает выражение, ибо с ним сопряжен закон народа? На основании этого нельзя сказать, что священство Ааронова совершенно, что оно дано для других, а не для евреев. Напротив, оно всецело дано одному народу, а с ним был сопряжен закон народа, то есть было определено, чтобы он им пользовался, им руководился и через него все совершал. Итак, почему оно упразднено? Потому очевидно, что оно бессильно. Вы понимаете, о чем рассуждают? Вот бог первого Авраама, как говорят мусульмане, и Эбрагим, это Авраам. У него сын рождается, Исаак, а у Исаака Яков, а у Якова двенадцать сыновей. И от двенадцати сыновей теперь пошли колено. И там один был левий, он еще ничего не знает, но левий было назначено быть священством. И поэтому, когда делили, двенадцать колен, а дали только одиннадцати, и левий не дали, когда пришли в обетованную землю. А почему? У него другая земля, он сердца людей должен засаживать. Вот теперь начинает Павел, видишь, как оборотник. Но когда Авраам-то шел, то он встретил священник Авраам. Ну, Авраам-то Авраам, но нас интересует левий. А левий, вот из шресла его произошел Исаак. А от Исаака, это та разница, это как от Авраама. Ну, а он-то, Исаак, Яков, а левий, это правнух. Но правнух левий-то, он как бы, ну, раз от Авраама, то и он. То Авраам, теперь по тому колено, он берет на левию, показывает правнух-то, он дает тому, которым встретятся священник. А кто кому дает? Ну, меньше дает, больше может. Налоги-то мы кому платим? Отсюда означает, что новое священство по Мерхиседеку не сравненно выше того, которому он дал, раз он дал-то. Он дал десятину-то этому, Мерхиседеку-то. Вот теперь понятно, что это было несовершенное. Видите, с какими перекладными, Павел доказывает. Ну, это, если ты не знаешь. Потому что заплатил дань, как бы не Авраам, а левий, который еще в чреслах, в проекте не был, правнух был. Но все равно уже считался он. Ну, а дальше такая ситуация была. И теперь показывает. А где это? А по чину Мерхиседека? Теперь надо найти сродство. Кто у него отец? Христос, а мать? Нету. А когда родился? Нет. А когда умер? Ничего неизвестно. А так вот такой Христос. У него по небесному какая мать здесь? Нету. А по земному отец считается той. И перечисляет у него все сходится. Он от века и уходит в вечность. Ни начало, ни конца. Вот это он и есть. Конечно, с натяжкой, как я думаю, все-таки понять можно. Когда Павел доказывал, это, думаю, никто из евреев даже не поверит, что попало. Но смысл не что попало. Доказательство священства. А сейчас и литийки нападают, даже на меня напали. И говорят, ну где в Новом Завете сказано слово священник? Хоть один раз. Нету нигде. Значит, нету нигде? Нету. Ну, есть там пресвитер, епископ, диакон. А как тогда? Священство это общее название. 7 глава 7 стих откровения. А там евреям говорится, с переменной священства. Вот, клеенок, переменить эту. Я сказал, ну какую, вот эту сюда переменить. А отменить, значит, выбросить ее, чтобы не было. Так перемена священства, ну не отмена. А какая перемена? А теперь мы видим. Почин Мельцеседека. Это вопрос очень непростой, богословский. Но дальше этого не надо заходить. Не надо исследовать, кто отец, кто брат, кто мать. Все. Ты понял, что я говорил? Смутно. Ну как тебе это сказать, смутно? Ну то, что налоги берут начальствующие. Налоговое управление, они выше меня. Налоговое управление выше Березовских. Он им платит, а не ему. Это понятно? Понятно. А Авраам-то, что, десятину кому отдал? Мельцеседеку. Да кто кого выше? Мельцеседек. Мельцеседек. А кто Мельцеседек? Неизвестно. Но про Авраама теперь разберем. Еще в Шрестах его был Исаак родится. А у этого в Шрестах еще появится Яков. А у того в Шрестах показывается Левий. Это просто от Авраама. Но Авраам заплатил, значит, Авраам ниже, чем тот. А заплатил не Авраама, а Левий. Левий, правда. Он в нем условно. У Бога-то нет вчера-позавчера. Только сегодня. У Бога нет этого. Бог вневременный. Он не стареет, не молодеет. Он всегда так. И вот теперь делается понятно. Действительно, Христос почти на Мельцеседека. И тут никакой натяжки даже и нету. Ну а тогда объясните, кто такой Мельцеседек? А какая аналогия? А что-нибудь похожее было? Павел вывел эту похожесть во Христе. Теперь туман разлился на Мельцеседеке, нет? Ну что не понятно? Левий? Это я поняла. Это означает, что Левий подал. Левий, Левий. А Левийное колено, это священство. А тот первый священник высыл. Да как это платит тому? Тот выше и выше. А это было несовершенное. Заплатился не Авраам, а Левий, который честный был. Прав, прав. Все понимаешь? Все, поехали. Евреям 7, 12. Потому что с переменой священства необходимо быть переменей и закона. Всякого прихослоя меньше благословляется больше. Перемена. А раз он первосвященник, то есть первый высший, а раз первосвященника никаких больше нету, тогда над кем он первосвященник? Ясно, что у нас бы жить неже, поэтому священство является митрополит, архиепископ, епископ, священник. Это священство, священная должность. И Бог так сделал. Вот мне один пишет, что делать? Вот я вот так вот был, сидел, сидел там за такое дело. И вот там приходили баптисты, видимо, проповедовали. Ну, я насмотрелся, там разные такие развратные картинки, занимался нехорошим делом. А потом мы баптиста-то приняли, он женился. А прежде никак. И она узнала, что я изменяю, и проще сказать, что мне делать. Что делать? Я жизни никакой не вижу. И вышел на меня в интернете. Я ему показал, земля, пившая многократно, дождь и прозрачающая терния, близка к погибели. И значит, для таковых нет жертв за грех. Как? А нету. Ты его уничтожил. Ибо познавший истину, и человек возвратился на прежнее, он теряет все. Поле готово к огню. Так мне что, выхода нет? Я тебе привел места. Выход есть, но тебе выхода нет. Потому что ты баптист, у вас нет ни одного человека, который может отпускать грехи. А у нас есть. А у вас нету. Понятно? Он может, освещал, положите пятими, у вас ее нету. Человек, кому простите, простится, у вас нету. Что я тебе буду лгать? А у Бобица как? Ну, Бог спасает всякого. Да он уже в десять раз нарушил это. Занимался такими делами, и теперь, будучи женатый, опять тоже. Она простила его, он говорит, и опять уже впал. Что мне теперь делать? Кобель безхвостный. За хвостом яму, говорит, а хвоста-то и нету. Ну и вот и все. Я ответил, он больше пока меня не трогает. Библия говорит так. Выход один только принять православие. Тогда можно иметь надежду. Сейчас тут прочитано было. Значит, перемена священца обозначает перемену закона. Это значит, что перемена. Что значит перемена закона? То есть старый закон мы выбираем и ставим новый. Так, то есть Ветхий Завет уже не действует, а действует только новый закон. Перемена закона. Какой был закон в Ветхом Завете? Он говорит, если кто-то там, кто-то во время пасхальной съест там квасное, да будет предан смерти. А в новом как? И Павел говорит, очистите старую закваску, ибо вы безквасны. То есть жить без греха. Там обрезывали. А почему не ноготь, ничего? Больно же резать-то, где будут-то. Ну и что делать? А сначала греховно, потому что мы передаем грех через это. Всякий грех человек делает вне. Стреляет, бьет там, ворует вне. И только блудник грешит против собственного тела. Совокупляющийся от блудницей делается одно тело. Одно. И человек виновен. Виновен в одном, делается виновен во всем. По закону он должен умереть. А теперь закон новый. Показано, если мы поняли. Наш грех взял на себя Христос. Я прошу и умоляю, прости меня. Но назад не возвращайся. А если случилось? Платаус говорит, сколько раз спал, столько раз вставай. Там один есть. И он что-то имя-то забыл даже. Какой-то такой. Ну и он все время мучился и не мог никак. И где-то еще не досмотрят, он опять сам здоровый монах. Мужик-то. И вот его решили выгнать из монастыря. И он понял, защиты нету. Там один заступался, говорит, я что могу сделать. И он так плакал, так рыдал. Все, я... Все. И его простили. Простили. И он тогда за монастырем там хворост лежал. Он на хворосте работает день. А ночью на хворосте ковары, там, змеи его не касаются. И он плакал так, что люди, проходившие вечером с работы, все рыдали. Не могли ничего сделать. Он так рыдал, что в монастыре не могли спать. Ой-ой-ой. Какое же это... Ну, у нас даже вообразить нельзя такое. Ну, батюшка прошел, перечислил грехи. И все. Раскаяние это настоящего. Нет. Что такое? Это огненное горнило. Пройти надо было. Прямо отрядом где-то его имя крутится. Не Феодосия, не Амуросия. Где-то рядом. Может, вспомнил. Не приходилось даже. Он и такое имя греческое, трудное. И он потерянный человек был. Другое рассказывается. Так же было. Дьявол уже не выдержал. Он каждый раз обманывает вас. Богу прямо говорит. Он обманывает. Он опять тоже грех сделал. А он молится. Он говорит, ты бьешь уже по трупу. А он во время молитвы умер. А дьявол по инерции еще обвиняет. А уже покаяние принято. Он уже оправдан. Мы видим грецогрешающего, не видим кающегося. Это вот на данный момент именно так. Пошли. Еще раз. Евреям 7.12. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и законом. Толкование. Теперь показывает, как закон постепенно отменяется, и вместо него вводится иной завет. Ибо если священство переменно, то необходимо, чтобы и закон был иной. Ибо священник без завета и законов и постановлений не бывает. Священство же переменено не только по образу, то есть так, что оно было не по чину Аарону, а по чину Мелхоседекову, но и по колену. Ибо перешло от священнического Ааронова колена к царскому колену Иудину. Обрати внимание на таинство. Сначала было колено царское, а потом священническое. Так и Христос был царем всегда, напоследок же стал первосвященником, когда принял плоть и когда принес жертву. Вот если я был просто как в миру, и знал все еврейские законы, толкование Торы, ну все бы, Танаху, но однако вот это место я бы не принял. Ну я себя знаю, это никакое не доказательство. Но я верующий, я все это принял, и мне уже места не слишком. Я не оправдаюсь, потому что оправдаюсь очень трудно. Поэтому я только молчать могу. В данном случае, вот то, что сейчас говорится. И с евреем на эту тему я беседовать бы не стал, потому что это нужно принимать только верой. А веры у него нет, доказательств никаких нет. Какие доказательства? Вот я недавно ролик записали, кто такие масоны. И как бы я масон, а я маленько знаком с ними, почти 14 лет работал над этой темой. И что они хотят, я видел их дом, ну и так общение. То масоны, они никакого зла не замыслили. У них величайшее зло, но в их понимании, в их понимании, это сделать добро. Чтобы не было преступлений, чтобы все были единодушны. Да, коли существуют разные религии, будут войны, инквизиции, подмести к одному. Вот здесь и куменизм. Необходимо. Ну а как по-другому? А дети-то им подсказали. Ну ладно, не надо. Да пускай те не обрезают, мусульмане ничего не будет. Теперь мусульманы надевают девочке хиджаб. Договорились, не надевать в школу-то. А тогда их там умы, вверх свои говорят. А почему христиане крестик носят? Да крестик не видно. Неважно. Ну нас никак нельзя не видно так, сверху платок. Теперь приступили проверять девочек, чтобы не было креста в школу идти. Ну и я их понимаю. А как по-другому? Так вы что, масон? Не масон, но я хочу понять. Понять. Вот сейчас ИНН. ИНН ничего не значит. Но придет время, будет чипировать. Куда бы ты ни пошел. Куда бы ты ни двинулся. Там на карте у него будет все отмечено. И ты там был? А я не был. И дальше еще нажали кнопку. Видно, как ты идешь, как берешь камень, как бьешь авеля. Все записано. Это ты? Ты. Да кто же это записал? У нас потеряевку было. Приехал один и знает, курить нельзя. И он зашел там, где саманной-то, с огорода там. И прижался и курит. А я этого минус-корец тебе скачал. А потом показываю. И сначала сказал. Говорит, ты зачем курил? Я нет. Я тогда, ну иди, гляди. Так это кто? Да это Саша меня сфотографирует. Ну надо же. Волобой, которого это создал. Он его чек. Он попался туда. Так вот, если зачепировано будет человека, то ему не надо будет ловить. Он только идет туда. А он опасный. Ему сказано, там не появляться, тут не быть. Он пошел сразу, пик-пик-пик, готово дело. Вот сделали они так. Сейчас вот у нас по скайпу. Он не в друзьях, хочет иметь со мной общение. А я уже смотрю, там какие-то цифры. Ну да-да, прямая. Принять. А ночь, два часа ночи. У него тускло, никого нет. Только принять, у него сразу зеленым загорелось. И сразу реклама пошла. Ему сунуть рекламу. Я вот сразу раз в черный список заблокировал. И сейчас он заходит. А может быть, кто-то хотел настоящий. Может быть. Лес рубят, щепки летят. Понимаешь как? Вот звонит кто-то непрерывно. Звонит, не в свое время. А я не отвечаю. Он начинает меня упрекать. А для чего ваш телефон тогда тут стоит, это другое? А говорит там, ну, я уже вижу, что не тот человек. А бывает ребятишки маленькие. Прямо ругаются, матерятся. Ну, не отвечают, да и все. Приоткрыл, на что их сработало. Деньги платить. Еще раз, я еще приоткрыл, не говоря, пять. И он раз десять открыл, по карману-то смотрит, уже ничего и нет. И все, бросили. То есть, на любой яд есть противоядие. Не хватает только большой, огромный жбан с пивом. Пошли. Я спросить хотела, а Нурсултан с отцом больше не выходили к вам на связь? Кто? Мальчик Нурсултан и отец его, Абдурахман, не выходили больше? Мне кажется, что на них было нападение. Потому что на меня так они вышли. Меня они там другие. Это да, это пророк. У православных на меня пророк это дал. Но вам зачем это менять-то, то другое-то? И вам... На меня нет нападки, а на них. И, конечно, они могли. У них по закону, если меняют религию, значит, убить надо. Ты ответственен за сына, двоих зарежут. То есть, я понимаю, что есть. Вот. Когда это написано, я... Как я назвала его отцом? Что-то у тебя упало там. Отваживалась назвать его отцом. Жена... Там министра Испании, это... Юры Испании, Пакистана. Как ее фамилия? Ты не звать-то? Считал, нет? Считаю. Ну, прочитаю. Она пишет свою жизнь. И там христиане были. И только один обратился, к утру нашли уже зарезанный. Еще кто только обратился, сказал-то. А мне кто-то был, сообщал. Он пошел дорогу, они его прям перестрелили дорогу и сразу убили. Сегодня на земле самое сильное противодействие в этом деле, вот именно люди этой веры. А они ничего не придумали, это прям взятое из Ветхого Завета. Если кто-то скажет, пойдем к другому Богу, твоя рука да не пощадить его. Ну и вот так. А у нас, если бы пришел, да нет, никакой нет. Принял крещение и все. А называется мирное. Это мы самые мирные, мирные религии. Такое понятие. Абдурахманов. Его Абдурахманов звать. Недавно он толкнулся одного в Чечне. Он какой-то заместитель их дома, чеченской или где. Как он хорошо говорил. Вот я, говорит, поднимался на второй этаж, что-то или где-то там. Я думал, сейчас только дверь открою, я вижу, Жириновский повешенный висит. Он фашист. А он... Так, внимание. Ну и дальше он все это рассказывает. Как относится к чеченцам и то другое. А кто сейчас все эти, которые идут оттуда, задерживают? В России нет взрывов никто. Это мы первые все принимаем. Сам автомат берет в руки и Рамзан Каделя выходит. Защита идет. Не просто так, а жизнью жертвы. Показывает 160 наших миллисонеров погибло на маленькую республику. Вдовы остались. Почему? А к нам как относятся? Как называют нас? И даже говорит. Я посмотрел, как он умно говорит. А потом решил о нем больше узнать. Фамилию Адвара Рахманова. Я нажал. Он уже три года назад умер. Это еще сильнее теперь видно. Прямо в Думе выступает. В Думе государственной Москве. Очень много данных. Вот сколько было героев Советского Союза. И как они где воевали. И сейчас какую роль играют. Почему к нам так относятся? Где-то что-то кто-то сделает. Виноваты мы. Да мало ли каких уродов не было. Он никогда в Чечне не жил. А я чеченец. А он что-то сделал не так. Я сказать на нас. Нам-то зачем это? По одному негодяю судят о всей России. Вот когда это побольше маленько узнаешь. Ну вам это и не надо как бы знать. Но все-таки. Надо быть очень осторожным в суждениях. Прошу. Евреям 7.13 Ибо тот, с большей буквы, о котором говорится сие, принадлежал к винному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Полкование. Показывает, как священство переменилось по колену. И говорит, что Христос из другого колена, именно из Иудина. Из которого, именно из колена Иудина, никто не приступал, то есть не предстоял пред алтарем и не исполнял священнических дел. Евреям 7.14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священству. Толкование. Замечательное выражение «воссиял», взятое и из пророчества Валаама, говорящего «Восходит звезда от Иакова», числа 24.17. А также и из пророчества Малахи, называющего его, с большой буквы, «Солнцем правды», Малахия 4.2. Этим показывается, что Господь явился для просвещения мира. Ибо все, что касается священства, Моисей отнес к колену Левину. К колену же Иудину то, что касается предводительства воинов. Вот возьмите. Богородица была из какого колена? Из Давидова. А? А Давидов откуда был? А Давидов откуда? Из какого? Из Иудина. Иуда. Она тоже была с нами. Иуда и братьев его, да? Ну, она ему кто? Христу. Матерь? Конечно. Матерь. А Христос из какого колена сейчас считали? Давидова. Из Давыдина. Из Давыдина? Ну, Давыд-то из Давыдина. А колена-то нет Давыдова. Давыд сам из колена из этого. Это понятно? Понятно. А теперь она пошла к родственнице в своей лесовете. А у нее Захария священник, а это Левейна. Раз, священник. А у Иудина с Левейным они не должны жениться друг на друге. Как она родственница-то оказалась? Батюшка. Никак нельзя объяснить. Никак. Нарушение. И так и сказано. Вину они перемешали все колено. Держали, уже женили, кто хотели. И потом власть сказала, ну, отойди. Ну, и все. Винальная юстиция на полную мощь отработала. Так, вот я, ну, кто-то хотел там жениться. Они говорят не из того. Так, здесь государственный закон, а сирийское государство, а не еврейское, которое стерстно с лица земли. И так, женись, бери из этого. И все было перемешано. Спасибо. Да. Нам этой разницы никакой нету. Вот посмотришь. Ой-ой-ой. И там бабка качает его, в коляске везет. А он черный, как уголек лежит. А что она? А в Лу-Мумба там, университет Лу-Мумба. Да Лу-Мумбалось. Так. Вот так я делаю. Так, у нас никакого нету. Кто будет? У меня дня не было, чтобы я в церкви молился. Вот девчонки стоят, чтобы я о них не молился. Даже вообразись жуткой. Особая милость только может их сохранить. Что надвигается на Россию? А спрашивать не будет. 12 лет, это 8 лет уже замуж берут. И все. И нельзя не остановить ни чего. Если крепко верующие, еще могут принять их за людей Писание. А если это какие-то егиды, там, езиды, ну, тут даже нету. Вот она дает интервью, она сбежать сумела. И ее взяли, они говорят, и каждый раз там человек 30 насиловали. И она там сумела бежать, и теперь дает интервью и сидит. Но она там лет 18, видно ей. А эти берут, это, 6-8 лет уже. То есть, конца нету. Ну, только молись. Я как-то смотрю на них. Только держу, чтобы не заплакать. Господи. Да сохрани, да помилуй, да веруй. Если она верующая, ее возьмут, то как Агния там была такая святая. Да мы тебя там солдатам отдадим, она говорит. Я мученица буду, я этого не хотела. Наоборот. Надо, чтобы ты ценила верность Богу. Вот говорили сегодня юринальные и прочие. Если настоящие дети, настоящие верующие, так это здорово, их заберут, они там будут проповедовать, где там, какое у них общежитие или что-то будет. К ним не прикоснешься. А это она сразу туда потянется, кино будет смотреть. А повезут кино. Кино, глаза опусти, не смотри. Твори молитву, ведь они не такие. Вы их не приучили к этому. Я еще говорю, в нашей семье не было Евангелия. Вообще мы не слышали этого слова. Я в армии первый раз прочитал Евангелие. Викторий Гугл говорит, я подозреваю, что слова епископа Бьевеню были взяты из Евангелия. Что взято? Что он там подписал? И наконец Бог открыл. А если я этого не знал, то одно только то, что мама говорила. Они обо мне заботились. Ну, сказал, вот этого нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Я так себе придумал. Допустим, я на корабле плыву, и вдруг авария. Ну, бывает, разбитый корабль, я его, как Робинзона Круза, выкинула. Ну, и там оказалась какая-то туземка одна. Я один, и она одна, никого нету нигде. Но мне 23 года, там есть, там 18 где-то. Ты бы стал с ней жить? Нет. А как? На березе были, там еще парни, слил бы гнездо, как гориллы, и там жил бы. Вот такой был страх. Почему я во время этого могу умереть, и навсегда я погиб? Вот мать вложила же это. Я разыграл такую обстановку, ну ладно, если бы я никак нет. А если бы корабль остановился в дальнейшем, ну, я бы на нем был. А она бы сказала, я там тебя люблю, только через венчание, через церковь, через благословение родителей. Когда Евангелия в руках не было. А тут Евангелие есть, и священники блудят, и мужеложествуют, и не выскажешь даже, что творят. И чем они грязнее живут, бесчиннее, тем сильнее на меня нападают. А они почему? Ну, они знают они. Я знаю, что нападают, это значит, точное доказательство, что мы разные. Это абсолютно точно. Зачем бы она у меня нападалась, я одинаково с ним. А дальше уже я буду видеть, в чем разница. Пошли. Евреям 7.15 И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхоседека восстает священник иной. Большой бог и священник. Толкование. Что яснее видно? Среднее между тем и другим священством. Или что семена священства и завета открываются не только из того, что священник восстает из другого колена, а отнюдь не из левина. Но также, скажем об этом, вполне открывается из всего, двоеточие. Что по подобию Мелхоседека и так далее. Это значит, что по чину Мелхоседекову восстает священник. Евреям 7.16 Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Толкование. Он, Мелхоседек, не был подобен подзаконным священникам. Те получили священство от закона, содержащего плотские заповеди, двоеточие. Обрежь плоть, омой плоть, отдыхай плотью и удостоишься плотских благ. Так, Мелхоседек не так. Но по силе Божией, почему и священство его вечно, живо и неразрушимо. Жизнь же понимает так же, как выше именно, что смерть его неизвестна. Или слово «который», понимая о священнике, как бы так он говорил. Говорил, каковое священник иной, то есть Христос получил священство не по закону заповеди плотской, но по силе Отца, с большой буквы, или по своей собственной, и священство его неразрушимо. К слову «плотской» прилично было присоединить слово «духовный». Почему же он присоединил по силе жизни непристающей? Потому что через «плотской» обозначил «временное», и, соответственно, «временному» присоединил выражение жизни непристающей. До куда у нас занятие было? Это значит, Христос живет собственной силой. Еще 30 минут, если час 30. Еще, еще полчаса? Да. По полтора? Да, больше. Несторожно, надо переключить твою благорпись. «Евреям 7.17». Так, поэтому вопросы есть. То священство, были заповеди плотские, а по чину Милхаседекову не написано духовной, но написано «жизни неперестающей». «И царству его не будет конца». О Христе сказано. Вот Милхаседек, откуда он взялся, этот Милхаседек? Где-то взялся он. Где-то взялся, да, никто его не... Сережу? Это Павел сказал. Раз «не предстающая», значит, закону никогда не должны изменяться. Вечная, раз вечная. И, то есть, десятина, она уже не меняющая, на вечная получилась. Как алименты. Даже не просто там неприходящая, а он возвысил закон. То есть, даже не десятина, а написано «приносили все деньги к многому апостолу». Это Господь... Ну, кто может, конечно, кто может есть один хреб, кто может приносить свою зарплату там куда-то. А так, минимум, десятина. Вот к чему Никита вёл. А вы его... Нет, он как... А, он имел в виду, ему это... Мало. Ну, мало. Он так недобровольно, всего лишь десять, ему охота тридцать, сорть, пятьдесят. Все, отдать к ногам. У нас все мы его не давали. Хитро. А десять этапи занял бы только было. И вечно это всё время. Десятину вечно, даже там... Она пророчится на ступенях храма от своего вдовства и до конца жизни. Она провела всё время, посвящая Богу молитвы и пророчества. Вот тоже это её десятина была полная. Всё время, всё Богу отдавала. Десятина может же не только в деньгах ведь быть, правда ли? Да. Да. Настолько мы картошки раздаём, привозим её... Да, тоже десятина. Просто съедается это... Ну да. Мы работаем почти на десяти... Десяти на девять, наверное. Да. То есть врачи мы ничего себе не отдаём полностью. Вот если у меня мысль про алименты, ты вопрос задал, что законно-незаконно... Я тут недавно ролик смотрел... В церкви муж, жена, венчанная, всё. Жена разводится с мужем, венчанная, выходит замуж за другого, забирает детей себе и священник её прелюбодейку венчает на прелюбодейке. Такое, беззаконие, законное вот это вот. И теперь тот, муж оставленный-то, открыл сообщество... Как оно там называется? Брошенных мужей. Не брошенных мужей, а духовная безопасность. Да, и они борются именно вот с этим заганиванием беззакония в церкви. Понятно, что Христос сказал, что женится на разведённых, прелюбодействует. Она разведёнка, она... И дети-то теперь, он... И там даже ролик, он их властью мужа... То есть, она хоть и развелась с ним, но он всё равно остаётся... Жена связана с законом, доколе жив муж её. Он живой. Он накладывает на них клятву. Я говорю, ну проклятие, то есть вы... Я вам запрещаю прочищаться. И детям он запрещает. И своей жене, которая от него уходит. Как муж. Как муж. Как муж. Детям, да. Как, он отец. Он сказал, что не отец, да? Ты мне и было сказал. Да. А если ты выбираешь, как бы... Отрекаешься от этого отца. Как он там... Детям сложно. Детям сложно. Но он, как отец, он должен детям сказать, что вы не должны идти на поводу матери-любодейки. И он властью данного отца, он говорит, вы, коли выбрали с ней с пролюбодейкой жить с новым отцом, это ваш выбор. Но я вам, как родной отец, запрещаю причищаться в таком состоянии. И так оно называется. Клятва отца. То есть проклятие. То есть он как бы детей своих как бы проклинает, но они сами его, почитая отца и мать, они сами его не почитают, они сами от него уходят, идут с женой-любодейкой. У нас законы, что дети всегда остаются при женах, независимо, кто виноват в разводе. Мог он себя в жизни так показать, как Андрей, что ей уже не было никуда выхода, кроме как сбежать вместе с детьми раз. И дети не уважают, и жена. Тут уже, может, причина-то не только в них. А может, отец такой, с которым... Какого возраста дети? Ну там что-то 14 лет. Нет, вот сознательные. 11-12 лет. Они уже стали решать, с кем идти в этом возрасте. Вы знаете, отец хороший, так кто от него? Нет, нет, подождите. Там она... Там грех серебролюбия. То есть она нашла себе побогаче просто. А дети, конечно. А дети, ну а дети плацкие, они пошли там, где вкуснее. Где больше денег. Можно я Лене отвечу? Да. Ты вот сказала, как у нас, Робот. А Настя-то завещает, наоборот, дети, не оставьте отца. Я еще ничего не говорю. Я говорю, как он себя показал еще в жизни. Как он плохо себя показал. Он пьяница, но она сказала, не оставляйте его. Какое милосердие она проявила к концу, к смерти ее. Да. Она обиды никакой. И обиды мне никакой. Это вообще высшее. Она говорит... Это... Спасение. Я его люблю. И сказал, я его люблю. Да. Какой пример женам христианкам. Она чуть что, чуть побогаче нашла этого под зад коленок. У нас, видите, такие законы с матерью, неважно там, она про Лебадейка, все главное с матерью. А я бы ввел закон. Кто вот виноват, тому детей не отдавать в грехе развода. Разрешите? Дети должны оставаться... Это еще правильно, если установят. Сейчас законы-то какие. Разрешите, я скажу. Игнатихович, держите камеру. Я скажу свой пример. Вы сейчас говорите, несмотря ни на что оставляют женщины и детей. Это все неправда, Сергей. В советское время закон был на стороне женщины. Разводились мои родители, мои родные родители, двое детей. У мамы серьезные справки из-за учреждений по алкоголю. Без эмоций только, спокойно. Нормально, Слава. Ты хочешь продолжить, Никита Андреевич? Продолжайте. Нет, ты продолжай. Не перебивай, ну... Ну что... Горь, прости, я ему рассказываю. Не тянились ему. Я закончила. То есть ты считаешь, что... Я тебя правильно прошу. Что в советские времена оставляли детей, матерям. Это был правильный закон. Независимо, она прелюбодейка, она или кто, она мать. Я так не считаю. Я вам привожу пример из своей жизни. Когда суд постановил оставить отцу, но не матери, в советское время. Слава Богу. Потому что отец был трудяга. У него были хорошие характеристики на предприятии, где он работал. Он помогал школе, помогал детскому саду. И это не факт, что... Вы второй раз меня перебиваете, братья. Ну заканчивайте вы тогда, я вас не перебивала. И отцу дали эти характеристики со школы, с детского сада. Он сделал все, чтобы детей не забрали в детский дом. Потому что матери их не отдадут. Она алкоголичка. У нее справки о том, что она лежала в этих учреждениях. Он сделал все. Было несколько судов. Два точно, я на своей памяти помню. И не отдали ей детей. Ей не отдали. И детскому дому не отдали. Он один воспитывал двоих детей. И поэтому говорить, что закон всегда гласит о том, что детей всегда с мамой оставят, это неправда. Ты еще должна доказать, что ты хорошая мама. Я сказал, как правильно. Как правило, это значит, что у нас мужья подкаблучники, керем дети не нужны. А матери, она их под сердцем носила. Судьи, это женщины, когда решат вопросы, дети в основном остаются матерям. Потому что 90% судей женщины. Это какой-то прям я не знаю. Есть закон, не то что женщины, есть закон. Закон на что смотрит? На материальное состояние, правильно? У алкоголика какое-то материальное состояние? Конечно, они присудят отцу трезвую. Да еще и как дети решат. Если они... Я не знаю. Они спрашивают, зачем делают детей? На что смотрят, да? Детей спрашивают. Я сейчас, я сейчас говорю... Вы маленькие были. Были ли когда-то в России, допустим, такие законы при разводе, ну как вот, где детей? А как, говорит, где детей идти будем? Детей пополам, говорит, это вот троих тебе, а двоих там как? А как вот по закону? А вот ты судья, а как будешь детей делить? Ну я не судья, Сережа. Я думаю, дети там остались... Вы сейчас рассуждаете на тот случай, что мужчина выставил в интернете. Я не знаю, почему дети остались с мамой. Видимо, с мамой им теплее было. Я не знаю почему. Почему они не остались таким хорошим, добросовестным, замечательным папой, который уделял им свое время, время своей жизни, который их воспитывал. Я не знаю, Сережа. Я не хочу судить и вмешиваться в эту семью каким-то образом. Можно? Да. Вот, вы передаете, жди меня передачи. Раньше тоже было, делили детей. Делили. Братья с сестрой, например, ищут друг друга. Развелись, разъехались. Отец потерял разные стороны. Детей развелили, увезли. Сейчас вот ищут. Были такие законы. Делили детей. Примеры своей жизни. У меня у мужа старший брат. Он тоже выпить любил. У них две дочки младших и сын старший. Сыну было на тот момент, наверное, лет двенадцать. Ну, в общем, больше десять, один с двенадцать. Вот так вот это. И она ушла с двумя вот этими маленькими. Ушла к другому мужчине. А он сказал, я не пойду. Зачем я пойду? Я пойду к другому отцу. Когда у меня свой родной есть, какой бы ни был, это мой родной отец. Раз она ушла, это ее выбор. Я буду любить обоих, но жить останусь я с отцом. Потому что бабушка за стенкой, которая меня любит, которая меня, можно сказать, вместо матери воспитывала, я их не оставлю. Так он до сих пор вот там и живет. Уже и бабушка, дедушка умерли. Он там все так и живет до сих пор. Не учится? Да. Уже и он умер из ситуации. Вопрос-то возник в том, почему священник, зная эту ситуацию, что брак венчанный, она уходит, венчается на другом. Он отвенчает брак и причащает ее и детей, вопреки клятвию отца. Вот что. То, что нас государственные законы, они судят по плоскому. У кого больше холодильник, тому и детей. И понятно, и нормально, с одной стороны. На верующие-то не верующие-то не смотрят. А в церкви-то на что мы должны смотреть? Что дети не должны жить с прелюбодеями. Если по церковному-то рассуждать. Пусть он бедный, но он верующий, он не прелюбодей. Все равно детей спрашивают. С кем? Я сейчас говорю про церковные законы, не про детские. Ну, я поняла. У нас-то все в советское время изменилось. Сегодня вот была Надя Дмуха, воскресная школа. Жена доучится в месбол, и жена слева. Вы сейчас посмотрите, я никогда не обратил внимание. В ЗАГСе всегда специально берут и так вот переставляют местами. Всегда жену поставят справа. Говорят, ну я хочу слева. Нет, у нас так не положено. Всегда следят. Не знаю, мы были в ЗАГСе, никто нас не менял местами. Абсолютно. Ну, они указали, ну и что. У нас свои законы, мы так решили. Вот дворец бракосочетания на Ленина. И вас не переставляли? Нет, нас не переставляли. А вот точно на фотографии я вспомнила. Дима слева стоит, я справа. Ну, мы неверующие были и вообще не думали об этом даже. Он слева стоит, да, это правда. У меня справа. По-моему, они сразу говорят так. Это, знаете, обычай такой. Дама, кавалер, берут в лев руку. Да, светский. Слева. Я залил руку под руку. И военная там. Да. Это этикет света. Там он берет кавалера за левую руку. Да. Светский. Правая рука свободная. Сабля. Правая рука свободная. Это светские обычаи. Ну, тогда и правильно он справа. Получается, вы-то поддерживаете эту же. Она его берет за левую. Еще у меня сабля, то я ее сабля. Вот она слева. А здесь сабля, тут жена. А не так, наверное? Нет. А то тут получается сабля, она между ног. Сабля, да, с правой стороны не вынесет. Если она слева. То, что священник там снова их венчает. Значит, он не верующий священник. Или сабля справа венчает? Сабля слева. Сейчас, говорят, денег сливается. Даже все сребролюбие в это упирается. А то жена какая-то получается. Пока жену не порешишь, саблю не вытащишь. Поэтому ее справа сместили. Главное, сабля. Я вот не понял суть вопроса. Получается, мы сейчас разбираем, разбираем. В основном-то это вина священника, который разведенных и венченных и опять обвенчал. Зачем он не верующих венчал? Еще вопрос. Когда он их в первый раз видит. В основном, в данной ситуации, это все-таки в основном вина священника. Конечно. Значит, он не верующий просто. Ну и как-то, зачем священником быть тогда? Да. Деньги заплатили, он за деньги все продал. У них священник. Да. Венчание священника посвятителю. Право. Я безвести. Или, может, они неправду сказали, что они уже развенчаны. А есть ли такое понятие недействительное венчание? Понятие? Ну, я не знаю, вот это, внутренней кухни. Если священник венчает, вот что не положено делать. Вот. Есть ли такое понятие, что это недействительное венчание? Ну, есть解enterое, что крещение недействительное. Мы у нас говорим, что то, что венчание недействительное, вы до этого этого мы еще не дорассалили. Кто-то такая блудник, но не сказал об этом. Его венчали. Игнать Сихоныч, есть венчатель не только? Он неверующий, он, во-первых, долженся уверовать потом креститься, потом венчаться. Венчание действительно? А сейчас венчают. Деньги заплатил, покрысили. Деньги заплатил, повенчали. Утаил, что блудник. Утаил, что блудник. То он, может, не только блудник. Еще и наркоманы пролюбодей. Венчали, действительно. Если только между дескальниками происходит. Можно мне немножко сказать? Венчали между дескальниками. Это из какого века? Ну, если я перешел. А если я всю жизнь с ним прожила, вот, не венчанная, а хочу перед смертью повенчаться? Ну, мы не дескальники уже, и, может, до свадьбы не были. Восстановите. Горазка сейчас делают. Галина Ивановна вызвала, и повенчали дома. У меня, кстати, родители тоже повенчались. Когда я заболел, с непередной болезнью, мать уговорила отца неверующего. Давай повенчаемся, может, ребенок вызовет, он родит здоровье ребенка. Я выздоровел, а он умер на тракте. Вера, мама. Заместительная. За два дня до смерти даже курить бросил. А за день до смерти подобрал. Все-таки продержал. Видишь, вера какая у него была. Все до сутки не курил. Так, ну что, про лозун. У Кушкина есть такой рассказ «Метель». Как и метель, там мокрая метель была. Он заблудился прямо к храму. А там венчание идет. Он вышел, его подтащили. Он, не он совсем, он думал, жених. Священник даже еще не спрашивал. Спрашивал там, он полуживой был мужик. Ну и выехал, дальше вышел. Его и жениха нет уехал. А потом пришло время, он офицер встретился со мной, полюбил. И, ну, только сходите, говорит, я венчанный. А где венчался? Когда разобрали, то он самый. У него брак такой эффективный был. А теперь его утвердили. Если установлено родство духовное или телесное, брак недействительный. А вот. Ну, это у Льва Толстого еще можно тоже просчитать. У него там есть такое. Он. Как стучит? Моряк. Интересно, понимаешь? И он когда на берег сошел, и с одной там, ну, моряки там, дом такой есть, дядя встречается там. А он лет в семь где-то был. Ну и когда с ней уже согрешил, все, и дальше стали разговаривать. И оказалось, что это родная сестра. Там слез-то было сколько, все. Ну, а дальше ясно дело-то. Любит он ее, полюбил, а уже это никак не делает. Вот возьми пример. Крещение принимает княгиня Ольга. А ее римский кесарь полюбил. Вы Василийский его звали-то. Ну, и она говорит, а я язычница еще, я не крещеная. Будь у меня крестным. Он рад стараться отвечает, воспринимает. Когда воспринял, говорит, ну, теперь можно к свадьбе готовиться. Она говорит, а крестная и крестница может? Нет. Ты хитрая какая, обманула меня. А крестного с крестницей не заженить. Она его оббила вокруг пальца. Поняла? Вот это Лена духовная родственная. У нас деревня было такое. Вот. Их развели. Они, старики сидели, судили. Крещение было, кто хамур, родня, там каким-то коленом. Ну, ее развели. А она была замужем. Сказали за это, выдали за другого. Выдали, а она даже еще нет. А потом проходит еще сколько там лет. Несколько лет. Заново пересмотрели. Оказалось, что в то раз его было недействительное. А он уже женился. Я, говорит, выйду от этого мужа. Ставлю, говорит, в конец деревни, там, Горышковский пруд. Стою и смотрю. У меня только он на уме. А развели уже все. И так вся жизнь ее прошла. Видишь, как. Поэтому в духовном родстве тут немного колен. Лишь бы не была крестница. А остальное, кого, где, как. Здесь родство. Вот, пятое колено. Пятое. Еще, если четвертое колено, то только епископ разрешает. Правила такие. Ну, какие? Ну, к примеру сказать. У нас по теряльке. Игорь Барабаш есть. У него дочка Маша. И она вышла замуж за моего племянника. Вот давай сейчас мы нарисуем бумажку. Дай-ка мне. Это все, я пальцы в рот берешь. Что ты делаешь? Посмотрим, что делаю. Тут вообще. Рвет, тетрадь. Посмотри. Вот давай здесь. Мы нарисуем. Вот здесь вот Маша. Барабаша. Маша. А вот здесь вот, в Томске, живет Марк. Марк. А вот теперь смотрим. У Маши кто? Надо было наоборот только написать. Наоборот. Вот у Маши отец, Игорь, Игорь и Лена. Вот видишь, соединяются как. Это действительно так? Да, действительно так. А у Марка кто? А у него, у Марка сестра. Сестра Евдокия. А Евдокия кто? А я ей родной брат. Вот здесь нарисуем. Игнатия. Вот. А теперь они сошлись. Вот и теперь они, гляди здесь, как получается. Так. Сейчас мы узнаем, до этого сколько сходит. Ихан, Мария. Здесь через это сходит. На это вот это вот одно, Марк. Это не сестра, а мать его, наверное. Вот это Марк. А это сестра Евдокия. Ну, ваша сестра. Моя родная сестра. Ну, а ему-то она мать. Да, мать, конечно. Ну, мать она и мать. Ну, а здесь Лена. Лена. И вот теперь мы с Леной проведем. Какое у нас родство? Вот смотрим. С Машей. Вот это вот одно. Теперь к нам идет, на меня второе, третье, четвертое. Мы в близком родстве сейчас с ним находимся. Четвертое колено. А если сейчас вот возьмем по-другому. А можно вопрос, каким боком Лена вам родня? Вот вы соединили? Так, теперь узнаем только где-то. Вот сейчас мы здесь посмотрим. Вот сидит, как Полина? Полина, да? Полина. Полина. Ну, точно так же. А здесь Тараси. Тараси. Так, у Полины кто мать? Ты? Да. Отцы не считаются. Муж и жена в одной клетке. Вот здесь ты. Как звать? Лена. А? Лена. Лена. Вот букву Ле поставим. Лена. Так. А у Тараси мама кто? Галя. Галя. И вот теперь между ними теперь какая связь идет, если смотреть-то? Раз, два, совсем даже близко. Три. А теперь вот у Поли ребенок будет, допустим, где-то. Сын. А у этой, у Тараси, допустим, девочка будет где-то. Девочка. А вот они могут или не могут теперь между собой? Четвертое колено. Вот это колено считается. Вот это второе, вот это третье, четвертое, пятое. И никак, только надо уже, епископ разрешает. Так мы-то вообще не родственники. Ну ты понимаешь, или нет, что я тебе говорю? Вот, допустим, давай нарисуем здесь. Вот здесь вот Тихон и Мария. И что-то все подпихотно. А Рай сильно полили. В свате-то как получается? А сваты-то называются здесь-то. Ну а здесь кто? Ну вот, понятное дело. Здесь Надежда Васильевна, у нее Василий, Василий и Агриппина. Это ее. Вот. А у них рождается дочка Надежда. А вот здесь, значит, моя ячейка Игнатия. Вот. А теперь, допустим, здесь какой-нибудь Борис там родился. Вот Борис. А вот здесь, вот, Тихон, здесь. А здесь какая-нибудь еще Лена возникла. И вот теперь, какой родство у них? Через кого идет сколько? Раз, два, три, значит, четыре, пять. Столько епископ может. То есть вырешивается, сколько ходов идет каких. А если на одной, вот здесь вот, ну, еще кто-то, это Иван. А здесь еще дочка родилась, какая-то Марья. А вот теперь вот это вот считается. От Марьи пойдет следующий вот этот будет. Не Борис, а Игорь. Вот сколько вот это вот? Это шесть, уже вообще никак. Переход. От Тихона ко мне один переход. А от этого идет, кто родился? Треть, вот первое, второе. Это какое-то третье идет. Третье, ну и здесь, естественно, еще шестое. Это все, лучше никогда не знать. Это второе и сесть. Это порядок такой. Третья или мать? У нее ребенок, матери ребенка приписали. Она не работает, бомжика. Девчонке где-то не полный семь лет. И она ей торгует, едет на вокзалы, ищет ей мужиков, чтобы заплатили. Да какая-то мать. У меня Тимоша был. Ты знаешь же, Тимофея-то помните? Да. Тимошка-то. Батугин помиля. А мать его Светлана. И она на нас как накатила. Там ребятишки, там неизвестно что. И гимнастику на траве делать, а груге на воздухе делать-то. Приехала прокуратура, полиция с Мамонтовой. И у нас ролик стоит. И Тимошка рядом сидит, отвечает. Отвечает хорошо, все нормально. А она написала, а они разведены. Ребенка ему приписали Михаилу. А она вышла замуж в другой раз. А он один живет с ним. И она любыми путями. А он куда-то отдал, потом домой, там как-то он сам привозит его. И вдруг осенью она мне звонит. Я хочу приехать к вам в лагерь. У вас побыть. Полностью изменилось свое мнение. Она жаловала полиции, прокуратуру. А теперь никаких жалов нету, хочу среди вас пожить. Разрешали? Я разрешил, но уже поздно. Я сказал, только не ныщем. Вот сейчас можно будет. А там уже сентябрь был. Тем более мальчишку уже отправили. И там такая буча была, ну, хорошая. По прокурору приехала, она в брюках. Я ее не запустил. Платье вытащили, ее переодели. Видела? И там все, как она переоделась. Да какая она хорошенькая. Да как с ней встретиться. А это сидит левой рукой, пишет. Младший лейтенант. Лейтенант. Девчонка совсем. Ну и все вопросы ответили. Они все поснимали. Обиды никакой нету. Отец приезжал, сам сдал. Все, ей ответ дали. И засняли, и ей послали. Они работают. Они так, что жалобы в корзину ее нет. Он должность потерять может. Избитые нет, да? Нет. Время вышло, да? Время вышло. Видишь, как вот. Вот сидят, допустим, вот они, ну, разные, один. А этот воздействие вот как. А теперь все сходится на отце. От него идет. Кто отец у него? Вот такой-то. Отец. А теперь отец к этому, какого колена будет родня? Вот определяется. Одна черта, вот сестра. Сестра от меня, мы, ну, одно колено. А я с сестрином, племянником-то, вот уже вторая. Это мы первое, ну да, второе, третье уже колено будет. И так, и с той стороны сходится. Количество. Ближе пятого родства не разрешается. Иначе это его рождение будет. Я начальку матроса определять, нет? Так что, все? Ангел, водяши, благодать, и чистая Дева, радуйся, и по реку радуйся. Песня. 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 Новый Иерусалим, слава Бога Господня, на Тебе, воссия. Песня. 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 Вот эти вот дроботы восьмой год нынче должны поехать. Восьмой год. Я их знаю хорошо. Господи всеморучший Создатель наш, слава Тебе, любящий Отец. Как много Ты нам сказал из Слова Твоего и таинственное священство по чину Меркеседека. Ты даровал нам быть в истинной церкви православной. Хвала Тебе. Сохрани нас, Господи, от всякого зла, греха и увлечения прелестью. Защити нас и помилуй. Господи, посети болящих. Болящего Сергея парализованного, Анастасию, Татьяну, Игоря. Дай им силу все перенести. И если, Господи, Ты пожелаешь, дай им здравия. И нас распусти с миром, научи помнить нуждающихся в нашей помощи, которые не познали Тебя. Дабы благодать Божия коснулась их сердец и от пьянства избавив близких наших Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Спаси и помилуй нас. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней, благоухание приятное по слову благодати Твоей. Господи, соедини молитву нашу с молитвом всех святых, молящимся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши, прими и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Дивный наш Создатель, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты да слышит раб Твой. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вон как, видите, как его шалаши стоят. Вот это, такая редкость, представь, фотограф один и тот же, 28 лет к нам приезжал, это Волобуевская картина. Вот это шалаши на 10 человек были, палатка стоит, а вот он крест какой поднятый. Почему крестовозвиженская община? Вот, вот эта вот женщина стоит, она тут воспитателем была. Она уверовала, она кандидат в педагогических наук. В монастыре была, доску пилить, а там сучок ее отдернула и правую руку кисть сразу отпилила. И вот теперь она у нас была, научилась одной рукой писать. А вот у них мать где-то здесь стоит, не вижу, где-то. Вот этот Гриша стал священником, вот это, кажется, Битя Петеримов. А это вот племянник стоит, видите, какая окрестность. Туда сейчас посмотришь, все же тополя остались, березы нет. Облака улетели. Облака-то какие красивые. Представить, я не знаю, куда ее девать. По славу Божию. Все, выключи. Да, вот это нажимай.